добрый день дорогие друзья бывают случаи когда при встрече с человеком мы замечаем что его кожа имеет нездоровый внешний вид даже не будучи врачом можно заметить ее землистый оттенок желтушность неэтичные высыпания пигментные пятна чрезмерную жирность и блеск кожи либо наоборот и его чрезмерную сухость и интересно знаете ли вы что причиной всего этого может быть заболевание печени кожа выполняет целый ряд функций в организме человека и по сути она является посредником между организмом и внешней средой в народе говорят что глаза являются зеркалом души а наша кожа является зеркалом здоровья организма и интересно что именно печень подает нам сигналы сос как раз именно через кожу кожи нет равной по уникальности функций которые она выполняет и одной из них является выделительная функция вместе с потом из организма человека выделяются токсины и различные продукты жизнедеятельности которые образуются в организме в ходе обменных процессов в том случае если же выделительные органы такие как почки кишечник печень дают сбой кожа берет на себя функции выделения при этом она сигнализирует в виде кожных высыпаний и зуда кожи интересно что для заболеваний печени и желчного пузыря характерно то что в течение длительного периода эти заболевания протекают бессимптомно печень относится к регенерирующим органам и обладает большими компенсаторными способностями в печени расположено совсем немного болевых рецепторов поэтому если появляются незначительные боли в области печени это уже тревожный сигнал и конечно же особое внимание надо уделять кожным проявлениям заболевания печени интересно что в зависимости от нарушения той или иной функции печени бывают различные кожные проявления например повышенная жирность кожи наблюдается при нарушении углеводного и жирового обмена проявлением застоя желчи могут быть и такие кожные проявления как ксантомы это желто-коричневые либо розовые высыпания или же уплотнения кожи которые чаще наблюдаются на лице на веках на кистях на локтевых сгибах серьезным проявлением заболевания печени является изменение цвета кожных покровов таких как желтушность интересно что желтушность начинает проявляться на слизистых оболочках склер ротовой полости задней поверхности языка на твердом небе затем распространяется на кожные покровы лицо ладони подошвы а затем по всему телу и зачастую желтушность кожи сопровождается зудом появление зуда связывают с накоплением в коже желчных кислот зуд может появляться как в преддверии желтушности так и сопровождать особым характерным кожным проявлением заболевания печени является появление теле ангиэктазии это особые сосудистые звездочки которые представляют собой сосудистые ангиомки размером от 1 миллиметра до 1 2 сантиметров при надавливании на такую сосудистую звездочку она исчезает при прекращении давления появляется вновь в случае тяжелых заболеваний печени у человека развивается анемия гиповитаминоз что на коже проявляется виде бледности кожных покровов а при циррозе печени появляется такой синдром как гипер пигментация кожи при гиповитаминозе b2 который также наблюдается на фоне заболевания печени отмечается специфический синдром появления трещинок в уголках губ если вы не хотите чтобы ваша кожа теряла свой здоровый вид надо всегда заботиться о состоянии печени надо помнить что организм это система которая сама себя регулирует поэтому при появлении каких-либо кожных проявлений либо даже незначительных симптомов нужно всегда своевременно обратиться к семейному врачу для того чтобы сохранить здоровье организма помните о необходимости ведения здорового образа жизни занимайтесь спортом чаще бываете на открытом воздухе правильно питайтесь откажитесь от алкоголя и курения и будьте здоровы и сохраните молодость и красоту вашей кожи 11 канал усі фарби твого життя обов'язково підписывайтесь на наш youtube канал щоб дізнатися першими про найважливіше слухайте дивіться коментуйте а а